Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Друзья мои, сегодняшний блог я начинаю с завтрака. ПП, питать правильного питания. И это геркулесовый блин. Геркулес, наверное, 2 столовые ложки. Залила чуть-чуть кипятком. Оно у меня немножко набухло. Добавила чуть-чуть соли, одно яйцо. И вот на сковородку капельку оливкового масла начинаю как-то худеть надо, друзья мои. Надо смотреть за собой, не так ли? Сейчас Ашкема буду будить, накормлю и пойдет отправить посылку. Неплохая мысля. Добавить сюда такой сырок. Да, кусочек сыра. Вот так завернуть. И еще дать ему растопиться. Ой, как вкусно будет! Даже соль не нужна. Но я чуть-чуть сделала. И будем ждать, пока оно камлеет. А это мы сейчас вот так сделаем с вами. Вот. Видите? Такой завтрак я себе приготовила. Геркулесовый блин называется. Не знаю, буду пробовать сейчас. А ну попробую. Неплохо. Супер. Посмотрите. Девочки, мальчики, кто хочет похудеть? Этот рецепт обалденный. Мерсине пошел дождь. Не знаю, как Ашкам сейчас понесет посылку. Дождик, дождик. Пришла осень. Там джами кого-то хоронят, видно похороны. Людей много, машин. Вот так вот выглядит Мерсин. Все, зима, наверное, пришла. Но я так люблю в это время сидеть в доме в тепле. Ой, какой кайф. И наслаждаться, и кушать вкуснятины. Пирожки с картошкой. Хачапури. Вот, Светлана точно. Дело пахнет керосином. Поела геркулесовый блин. Такой вкусный. Очень понравилось мне. Придумала сама. Ну что, пошла я заниматься делами. Кормить Ашкима. Друзья мои, хочу вам кое-что показать. Ашким ушел относить посылку на почту. Ну, а я вышла на балкон и смотрю, так дует здесь. Вот как начинается зима. У нас ветры. Дождик пошел. Сейчас уже и тучки спрятались. Но прохладненько так стало. Мое одеяло здесь, я его хочу выбросить, потому что оно... Я же нашла его тут. В нашей кровати столько времени лежало. И оно, наверное, лет пять сыростью пропахло. Вот единственная, которая вещь, вот я вот где заметила сырость. И мы хотим его выбросить. Так что сейчас я его возьму, отнесу, и пускай капучи кому хочет, отдает. А сейчас я вам покажу. Вот какой ветер у нас. Цветочки, видите? Парки убирают, косят траву. Ну, а я бегом забегаю, потому что я замерзла. Похолодало в Мерсине. У вас бывает депрессия и плохое настроение? Как вы боретесь с этим? Напишите в своих комментариях, пожалуйста. Я справляюсь с плохим настроением вот таким образом. Такая погода, не хочется ничего делать. Я занимаюсь уборкой. Посмотрите, сколько... И выкидываю ненужное. Сейчас Ашкэм сойдет с ума. Ну, вот, приготовила комнаты все. Убрала, что можно было, да, друзья мои. Все поубирала. Уже дует везде. И решила заняться сейчас обедом. И поболтать с вами. Буду заниматься с вами делами и заодно поболтаюсь с вами. Ашкэм отправил посылку. Сейчас звонил мне и сказал, что посылка 10 килограмм. Если отправить на самолете 400 лир, а если и другим методом, не знаю, каким способом, то 200 лир. Ну, взяли по 200 лир. И так столько. Эти деньги улетают, как вода. И когда получат, не знаю, мои посылку, но в тот раз я отправила, у меня было 5 килограмм или 6, заплатила я около 200. Ну вот сейчас выбрали такой метод, мои хорошие. Дорого. Ну а что делать? Как завести эту посылку в Батуми? Другого выхода у нас нет. А что мне так испортило настроение? К сожалению, в нашей жизни встречаются такие люди, которые примешь так, отдаешь все сердце, душу, но они не справляются с трудностями, которые встречаются по пути у нас. падают, понимаете? Думают, что в жизни все так легко. А в жизни надо преодолевать все трудности, чтобы добиться своей цели. Если бы я 2 года назад упала бы, то я бы не добилась того, что сейчас имею, того, что сейчас заслужила. Я работаю очень много, очень много. Поэтому, как бы мне не было трудно, иду вперед. Но, к сожалению, есть такие люди, которые прыгают с места на место, говорят и сами не отвечают за свои слова. И какой итог? Нужно не обращать внимание на таких людей и двигаться дальше. Я верю в себя, я верю в свои силы, и я верю в то, что происходит со мной. Я не сломлюсь. Когда мне трудно, я лучше уборкой займусь, и все. А дальше буду идти вперед, смотреть вперед. Не так ли? Вот высказала вам, и легче стало. Сегодня буду на ужин, буду готовить турецкое блюдо из фарша. Фарш сделаю с рисом, добавлю свое. Своей фантазией немного. Баклажаны, болгарский перец, три картошки, лук, естественно. лук, естественно. Лук я добавлю в фарш. И приготовлю также суп мерджимик. Давно мы не кушали, сашки вам покушаем, а этот обед сделаю на два дня. И сделаю фрикадельки с рисом, и увидите все, что из этого получится. Ну, естественно, помидорчики, там, чеснок, томатную пасту, и так далее. Смотрите итог. Не буду вам показывать все, чтобы вы не устали от меня. Я сделала, я, значит, фарш, лук, чеснок, черный перец, красный перец, и рис чуть-чуть. Сделала такие вот шарики, приготовила картошку, а баклажаны я жарю. Посмотрите, как красиво вышло. Варится мерджимик, я пережарю, делаю зажарку вначале. А тут баклажаны. Сейчас я добавлю масло, а то оно все испарилось. И вот такие жареные, я их добавлю туда, сделаю раз, и еще. Анемчик говорит, дала мне сушеные помидоры. Вот я их залила кипятком, и добавлю тоже для красоты. И вот что у меня получилось. И сейчас я отправлю это в духовку. Решила пожарить баклажаны. Мой муж капризный такой, чтобы поел с удовольствием. Вот такое красивое у нас получилось блюдо, супчик. Салатик сделала, захотела свеженько. Зеленушка. Будем сейчас кушать с Ашкимчиком. Ашкимчик посылку отправил. Тащил сегодня 10 кило. Да, Ашкимчик? Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.